я вас приветствую мои дорогие знаки воды я поздравляю вас с наступившим 2021 годом уже у нас на улице 21 год 2021 мои дорогие знаки воды это у нас раки это у нас скорпионы и рыбы я поздравляю вас наступившим 2021 года и желаю вам мои хорошие благополучия успехов здоровья самое главное здоровье будет здоровье все остальное приложится и так мои хорошие ввиду того что у нас видео выходит немножко позже сегодня 4 января ввиду загруженности огромной но не получилось у меня я вот говорю обещаю не всегда получается то есть говорят не обещайте пока не делаете это точно вот выходит немножко позже и в связи с этим конечно же я приняла решение сделать расклад обобщить все знаки то есть обобщить знаки по стихиям то есть это у нас вода воздух огонь и так далее поэтому сейчас мы сделаем сейчас мы с вами посмотрим прогноз для знаков воды повторю это раки скорпионы и рыбы давайте мои хорошие как всегда у нас три карты к этим картам у нас подсказочки еще по две карты и в конце вечерца мы обязательно посмотрим карту настроение месяца какое же у нас будет итак поехали 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 знаки воды первая карта 2 ух ты карта и 3 ох мои хорошие мои хорошие вода как же у нас все будет хорошо я по луне ракиня рак поэтому мне тоже очень интересно посмотреть как у меня у нас будет прогноз смотрите первая декада девятка мечей вот такая карта не позитивная конечно но и ничего страшного в ней нет как многие прям боятся этих мечей господи когда видят прям комментарии пишут что вообще ужас ужас нет ничего подобного это карта девятка мечей конечно же нам говорит и ни о чем таком хорошем не говорит вот но о том что будет бессонница вы будете возможно раскаиваться о каком-то принятии решения о том что вы совершили возможно вы будете раскаиваться вплоть до бессонницы обдумывать какую-то ситуацию думать вот то что вы сделали неправильно вот какая-то такая карта понимаете ну вот какая-то карта до раскаяния то есть зачем же я так сделал или сделала надо было поступить по-другому не более того давайте вытащим мы к этой карте кстати я общий прогноз не не сказала как по трем картам обычно я трактую все сразу так вот я вам скажу что первая декада у нас какое-то будет сожаление вторая декада у нас восполнится чувствами любовью триумфальная внутри эти декады вообще вообще самая-самая шикарная вообще карта силы и такая карта очень-очень говорящий тем более это старший аркан мои хорошие а старший аркан усиливается тузом еще то есть у вас позитивный месяц вообще несмотря на то что начнется он не очень хорошо итак две карты две карты мы вытаскиваем сначала к первой декаде давайте посмотрим ох вот вот они перемены вот они перемены посмотрите мечи мечи то есть какая-то информация не очень хорошая информация какое-то даже предательство я бы сказала возможно в первой декаде вы будете вы ну потрясет многих какое-то то что у них готовилась за спиной готовится там вот какие-то такие вещи но я вам хочу сказать что вы быстро очень примите решение ситуация поменяется эта карта нам говорит о молниеносном изменении ситуации то есть либо вы передумаете что-то либо сама ситуация очень быстро изменится и из такой плохой я не буду зацикливаться на этом из такой ситуации плохой у вас получается дальше что у нас идет дальше это просто вообще просто вообще радует глаз радует душу и сердце как говорится потому что вторая декада у нас туз кубков туз кубка в кубке это у нас чувства тузы это у нас такое скажем тузы они даже их можно сравнить со старшими арканами то есть это достаточно такая карта важная такая усиливающая да какие-то моменты и вот я хочу сказать что туз кубков вторая декада это наполнение это наполнение чувств полнота чувства когда мы испытываем когда вот у нас вот сердце от удовольствия какого-то от любви от каких-то переполнения чувств можно сказать да кто-то что-то во второй декаде возможно из вас начнет какие-то начинания такие глобальные важные начинайте не бойтесь карта вообще нам говорит идите вперед ничего не бойтесь давайте мы вытащим к ней две карты посмотрим замечу ох и опять старший аркан посмотрите и опять у нас королева кубков да и старший аркан у нас очень очень говорящая карта кстати да это ярофан священник верховный жрец можно так сказать но верховный жрец ярофант в некоторых колодах называются и что я хочу сказать мои хорошие королевка королева кубков это подруга которая сможет вас выслушать вам помочь который вы можете поплакаться в плечо это многих подруга которая будет наоборот нуждаться в том чтобы вы ее выслушали ей помогли и посочувствовали и что-то подсказали но тут линия идет вы знаете кубков почему я говорю кубки кубки это чувство чувство предчувства огромные позитивные хорошие и вот эта карта у нас верховного жреца это кстати карта земная земной мужчина если у мужчина вдруг у вас там на горизонте и это к нему чувство да но будем я буду трактовать общий расклад чтобы не не входить не заходить в дебри вот эта карта нам говорит о том что будет как всегда эта карта не любит никаких новшеств никаких если вы вдруг собрались на день рождения на крестины на свадьбу ну не знаю какие то и праздники то делайте традиционный подарок то вы понимаете что все будет как всегда в традициях если вы вдруг вы решили устроить по какому-то случаю праздники пригласить гостей то лучше этот праздник этот прием делать в традиционных каких-то традиционно скажем так потому что все что будет ноу-хау по этой карте это не принимается не приживается не как сказать но это неудачный момент если вдруг вы решите что-то делать ну по-новому скажем так эта карта стабильности кстати что касается материального плана да то здесь у нас полная чаша и стабильность вторая декада нам говорит о том что все-таки мы почувствуем почву под ногами то есть стабильность почувствуем стабильность если вы встретите человека познакомитесь с ним то знайте что это человек очень стабильный этот человек не бедный далеко и он любит все традиционное консерва консервативный человек скажем так вот то есть он не любит все новшества какие-то любит все как всегда как привычно не любит что-то менять но тем не менее человек не бедный повторю вот это человек пахарь трудолюбия возможно вы начнете работать на какой-то работе которая будет приносить вам доход в итоге очень такой который вас порадует который вас вообще удовлетворит это кстати вот мне кажется наивысшее такое в жизни да работать работа которая нравится и которая приносит доход хороший очень маленький процент вообще в мире на земном шаре вообще на нашей планете в общем-то могут позволить себе заниматься любимым делом именно любимым не в тягость и которая приносит большие хорошие деньги вот поэтому вот эта карта как раз таки говорит что возможно вот где-то вы сможете нащупать вот эту вот эту дорожку к такому удовольствию да заниматься любимым делами получать из этого делать деньги вот но я хочу сказать что нас очень много ситуации очень много но в любом случае карты нам говорят что вторая декада вы полны чувства и совет карт поступайте традиционно мои хорошие третья декада ох ну третья декада это у нас карта сила то есть карта третья декада у нас ознаменовывается именно будет проходить какая-то знаете такая вы сможете все вам все под силу вам все подвластно вы вот представляете себе вообще силу этой девушки которая приручила льва да так вот смотрите совет карты все-таки к достижению цели включать чары вы должны включать чары не действовать на пролом а действовать хитростью лаской убедительностью включать некие такие чары которые вот только вам допустим да доступны ну вот вот и тогда вы добьетесь желаемого вы зайдете войдете на такую вершину которую вам даже вот о которой вы мечтали скажем так поэтому мои хорошие конечно же по этой карте нам все удается все получается у нас все случается и вообще карта замечательная вот честно говоря просто мы не будем отступать от традиции вытаскивать еще две карты а так я бы в общем то на этой карте бы закончила потому что все очень очень хорошо я хочу сказать что у нас выпало два старших аркана в январе значит месяц будет немаловажно события которые ох 3 старший аркан будут ох 4 старший аркан мои хорошие вы знаете знаки воды я хочу сказать что третья декада вам принесет нечто уникальное перед вами открывается огромная огромная дверь возможностей потому что смотрите у нас выпал аркан карта звезда и влюбленные мои хорошие одинокие представители этих знаков обратите на это внимание поскольку возможно вы встретите свою любовь и причем так что на вас будут обращать внимание на вас будут равняться на вас захотят быть похожими вы будете привлекать людей люди будут интересоваться вашей жизнью ждать встречи с вами знакомства хотеть с вами вот такая карта вы представляете себе вот такая карта сила то есть вам это под силу карта влюбленные карта влюбленные конечно же нам говорит о любви о большой любви это может быть любовь с первого взгляда это может быть любовь человек с которым вы познакомитесь вообще совершенно случайно вот и в общем то три старших аркана это третья декада я просто хочу чтобы вы это ну как понимали просто себе усвоили это вот то что нельзя пропустить третью декаду это у нас мои хорошие с 20 числа начиная может быть даже с 18 где-то берем плюс там дни плюс-минус то есть до конца месяца и немножко начало февраля обратите внимание на этот период потому что этот период приносит в вашу жизнь огромные огромные положительные изменения вы знаете как нам дается возможности вот вот открывается дверь возможности мы ее не видим пропускаем она закрывается и нам нужно будет ждать следующего периода следующего момента когда она откроется эта дверь возможности возможно она больше никогда не откроется для некоторых и ну она конечно открывается это надо уметь увидеть и вот это подсказка от таро для водных знаков для стихии знаков воды что в третьей декаде у вас уже даже начиная со второй декады я бы сказала потому что здесь тоже старший аркан здесь вообще кубки чувство чувство начинается все и тут идет такой процесс прям прям такой фейервер фееричный такой какой-то не знаю триумф триумфальный я бы сказала такой прогноз прям на третью декаду что ну честно говоря мне даже самой интересно что это может быть потому что я повторю я по луне водный знак рак то есть луна это то как мы выбираем партнером как мы в общем то коммуницируем именно со второй половины вот смотрите мои дорогие у кого не проходит линия любви у кого в жизни все хорошо вы давно глубоко женаты и замужем и в общем то как то у вас все хорошо в семье то эта карта может говорить о том что могут вспыхнуть чувства заново как новая любовь но если это касаемо бизнеса и у вас первой линии проходит бизнес там тоже все получится естественно по судя по этой карте потому что люди будут хотеть с вами работать хотеть равняться на вас и так далее все это я уже проговорила я хочу сказать что по этой карте влюбленные в бизнесе вы найдете хорошего партнера себе вы знаете найти партнера по работе тем более если у вас какой-то важный бизнес ну такой да неважно какой главное что если вообще найти партнера по работе это все равно что найти партнера по жизни потому что это тоже большого дорогого стоит это человек которому мы должны верить на которого мы будем в итоге в каких-то ситуациях операции так далее и тому подобное вот поэтому мои хорошие видимо третья декада января для многих водных знаков принесет в жизнь человека присмотритесь которым вы делового человека с которым вы можете строить потом какие-то дальновидные такие проекты которые принесут вам удовольствие деньги и так далее вот и повторю что все таки вот карта сила да нам нужно действовать не на пролом а нужно действовать умом хитростью сообразительностью и так далее мои хорошие карта звезда я тоже уже сказала что вы будете в центре внимания вас будут замечать видеть хотеть с вами знакомиться дружить а вы будете привлекать возможно одеждами у кого-то там да допустим ну и так далее в общем третья декада что сказать это просто это просто вообще уникально какой-то расклад такого не было расклад у нас на январь ни у одного из ни у одной из стихии вот и давайте мы посмотрим на колоде вечерс одну карту мы вытащим общее настроение месяца январь мои хорошие водные знаки для вас итак так ох какая то все это у нас четверка кубков вы знаете не очень позитивная карта я обычно плохие карты перекрываю у меня водные знаки об этом знают потому что особенно скорпиончики мои любимые они очень понимают эту тему да когда мы вот перекрываем смотрите здесь у нас вышла такая депрессивная карта хотя это депрессия очень сомнительная это такая депрессия которая может быть при наличии всего в жизни когда в жизни все хорошо можно и подепрессировать вот так я считаю вот но у нас посмотрите карта туз жезлов туз жезлов это триумф это то это вершина ваших желаний ваших мечт это то когда сбывается все что вы хотите и карта конечно же это карта продвижения карта какого-то достижения своего личного поэтому мои хорошие водные знаки я хочу сказать что январь у вас потрясающе хорошо пройдет я желаю вам хорошего прекрасного января мы встретимся с вами следующих видео и я на этом прощаюсь с вами пока пока